Пусть живет не только Москва, пусть живет Россия. Как-то проще и понятнее задрать цен. У нас инфляция произволила монополий. Когда в стране искусственно создан денежный город, вам очень сложно вкладывать деньги. Мы все знаем про надежность нашей банковской системы. Сейчас у нас ставка высокая, да? Но Бюллина там сдерживает. Это, на мой взгляд, исключительно страх министра экономического развития, что его уволят. Госпожа Набюллина приписывает себе чужие заслуги. По честному, экспертизы не хватает никогда. Кто вот не доверял бы заверениям российских чиновников, что-то произойдет точно. Большой мир. Сосед на меня, подбуханный, там, соответственно, начал наезжать, и мы с ним подрались. Так умерла бабушка, и через полгода нашли по заводу. Ну да, все деньги ушли на яйца. На самом деле, все хорошо. Михаил Геннадьевич, добрый день. Здравствуйте. Я безумно благодарен, что вы уделили время нашему небольшому YouTube-каналу. Я благодарен, что вы меня пригласили. Для широкой массы в целом вы известны как государственный деятель, экономист, политик. И мне как раз сегодня хотелось бы поговорить... Давайте экономиста ставим. Экономист, да. Вот как раз мне хотелось бы с вами сегодня тогда как с экономистом поговорить, потому что у нас все-таки тема больше про инвестиции, про то, как сохранять капитал. Я против всевозможных спекуляций, быстрых доходов, прочих-прочих моментов. Но сейчас есть разные хайпы, разные тренды. И, как мне кажется, да, вы вот, может, меня подправите, сейчас огромное количество людей, в том числе на рынке недвижимости, начинает манипулировать инфляцией, да, и показывают, смотрите, какая у нас большая ставка ЦБ, смотрите, какая у нас большая инфляция, официальная, неофициальная, все там разные цифры рисуют. Вот, Эльвира Набиулина говорит, что ставку ЦБ, она ее, кстати, держит. Мне тоже интересно, то есть, правильно ли она, на ваш взгляд, что держит ставку, потому что, наверное, мне кажется, что правильно. Она говорит, что в ближайшее время ставку снижать не получается, потому что у нас все равно очень большая активность, сейчас экономическая в стране, растет ВВП, да, и в ближайшее время ставку снижать не получится. То есть вопрос, как вот это все сейчас влияет на рынок, как это все влияет на экономику, есть ли вообще какой-то просвет, связанный с тем, что все-таки ставка будет снижаться, и насколько верны утверждения, что сейчас нужно покупать какие-то активы, потому что у нас впереди большая инфляция и прочий-прочий момент. Давайте по порядку. Давайте. Ира Съебзадовна, я с ней знаком с 1997 года. Могу сказать, что ее когнитивные способности в профессиональной сфере вызывают у меня постоянное изумление с того времени. То есть, она доставляет мне очень много, так сказать, неожиданных эмоций. Всегда неожиданных. Значит, что у нас сейчас происходит? У нас в стране существует жесточайший искусственный денежный голод. Создан он не набиуленный, но ей поддерживается. У нас уровень монетизации при ней вырос с 47 до 53% от ВВП. То есть, все равно примерно в два раза меньше того, что положено. Этот уровень монетизации такой низкий за счет того, что у нас очень развитая финансовая система и у нас не существует ограничений перетока капитала в финансовый спекулятивный сектор. Скажем, в Европе, в Западной Европе это существовало до конца 80-х. В Америке это существовало до 99-го года. В Японии это до нулевого года. В Китае и Индии существуют до сих пор. То есть, на нашем уровне зрелости финансовой системы, если вы хотите развиваться, вы должны ограничивать переток капитала в спекулятивную сферу. Потому что финансовые спекулянты высосут все деньги из реального сектора, дадут вам деньги на строительство, не знаю, завода. А вы сейчас в биткоин вложитесь, и миллион такие же, как вы вложитесь в биткоин, его разгонят. И вот вам, зачем вам коровник, когда вы эти деньги сняли, уехали. Зачем строить заводы, все эти проблемы. Зачем вам завод, когда вы деньги сняли, вообще уехали, вас никто не поймает. На следующем этапе зрелости финансовой системы это можно отменять. Но это будет потом, это будет не скоро. Пока мы финансовые спекуляции не ограничиваем, у нас искусственно созданный денежный голод, потому что как только вы деньги даете в реальный сектор, если вы к этим деньгам не представляете человека с рульем, эти деньги уходят на финансовые спекуляции, вы получаете девалюцию. Поэтому кредит не может быть дешевый. На текущий момент. На текущий момент. Поэтому у нас проблемы с развитием. Почему у нас такая хорошая статистика с развитием? Ну, ускорение экономического роста с 4,6% ВВП в январе до 7,7% в феврале, это, на мой взгляд, исключительно страх министра экономического развития, что его уволят. Потому что, когда Росстат подчинен Министерство экономического развития, это сказал не я, это сказал Андрей Михайлович Макаров, один из умнейших людей Государственной Думы, он сказал, ну, после того, как мы Росстат подчинили именно к вам развитию, нам по плечу любые показывают. Он сказал, достаточно давно. В Росстатах? Да, в Росстатах. Ну, экономический рост фиксирует уже Росстат. Но, в целом, достижения, которые мы видим, они достигнуты благодаря очень специфической политике правительства, которая, и, в общем-то, они достигаются вопреки политике Банка России. Банк России ужесточает финансовую политику, политику нехватки денег. В то же самое время правительство выделяет отдельные зоны, даже отдельные сектора экономики, где ему нужно развить. И обеспечивает этим зонам и секторам всевозможные льготы. Субсидируемые. Налоговые льготы, субсидируемые льготные кредиты, снятие административных ограничений, льготы по организации внешней торговли. Все, что хотите. Снятие мораторий на неустойке. Снятие мораторий на неустойке. Самое разное количество ограничений там снимается. А в результате мы получаем кусочное разрывное развитие экономики. Что вот когда там розничная торговец начинает чем-то торговать, он держится за голову, потом он начинает рвать на себе волосы, когда он становится уже совсем лысым, значит, расцарапывает себе череп, своплив, что люди покупают все меньше. А когда человек работает вот в этих вот кусочках экономики, которые напрямую поддерживают с правительством, причем, поскольку у нас цифровизация, то эта поддержка достаточно эффективна. То есть деньги оттуда налево, ну, наверное, уходят, но уходят не очень сильно. Вот. В результате там получается развитие. И с точки зрения статистики, которая не рассматривает экономику, так сказать, по кусочкам, а рассматривает все в целом, картинка очень даже хорошая, непрерывно улучшающаяся. И госпожа Набиуэна приписывает себе чужие заслуги. Она определяет экономическую конъюнктуру, Набиуэна, Банк России определяет конъюнктуру. То есть он отвечает за то, чтобы у нас развитие было под каждым кустом. Значит, инфляция вызвана на сегодняшний день. Так называемая... У нас есть инфляция спроса, инфляция издержек. Инфляция спроса, когда слишком много денег. Инфляция издержек, это когда растут издержки и в силу монополизации рынка производитель или торговец перекладывает эти издержки на потребителя. Или свою алчность. У нас есть инфляция спроса. Но она есть в узких секторах экономики. Скажем, рынок недвижимости – это классическая инфляция спроса в условиях произвола монополий. И снижение предложений. Нет, нет. Сейчас снижение предложений. Но, скажем, год назад был рост предложений. Да. Как это работает? Дается ипотека. Потом, когда ипотека резко расширяет спрос, соответственно, огромная часть людей, которые не имели доступа на рынок недвижимости, получили возможность купить квартиру. Спрос вырос. После чего застройщики посмотрели и сказали, так, на рынке больше денег. Мы можем решить проблему двумя способами. Мы можем больше строить, или мы можем задрать цены. Как-то проще и понятнее задрать цены. Больше строить... Нет, это естественно. А здесь как бы смысл в том, что смысл государства ограничивать его обязанности ограничения произволом монополии. Застройщик взятки гладкий. Он реагирует на условия, которые ему создает государство. Просто государство создает ему кривые условия, он реагирует криво. Соответственно, мы, конечно, получаем рост предложения на рынке недвижимости, но в основном мы получаем рост цен, потому что это просто проще. Попробуйте даже человек построить, нет, попробуйте просто получить разрешение на строительство-человейника. Да, я сталкиваюсь в основном с жертвами этих разрешений, когда вместо детского садика втыкают, так сказать, 50-этажный домик, совершенно не задумываясь о том, как будут жители местных окружающих домов бить этих жителей этого 50-этажного домика потом. Но попробуйте хотя бы просто получить разрешение, это сложно. Так вот, на рынке недвижимости мы имеем классическую инфляцию спроса. Почему? Потому что, а когда в стране искусственно создан денежный город, вам очень сложно вкладывать деньги. Очень сложно вкладывать деньги. Вот вы придумали совершенно замечательный бизнес, который, по-моему, может быть не уникален, но является редким, потому что он сложный интеллектуальный. Мало кто им хочет заниматься. Мало кто им хочет заниматься, потому что это тяжело и каждый день. Да. Хочется вложить деньги в какой-нибудь торгово-развлекательный центр и забыть до того момента, когда соберется прибыль достаточно для построения следующего торгового развлекательного центра. Или землю купить просто. И через 5 лет ее перепродать. Купить землечку, через 5 лет перепродать и так далее. Да. То есть, я хочу пассивный доход. И ничего не делать. И у нас проблема рыночных отношений, которые умирают в мире, в том, что акционеры не хотят быть собственниками. Они не хотят управлять и участвовать в управлении. И создавать документы. Они хотят быть пенсионерами. И хотят, ребята, дайте мне, пожалуйста, кота в мешке, чтобы он рос в цене, приносил дивиденды, и чтобы я о нем не вспоминал. И это отлично сейчас продается на рынке. Это всегда продается на рынке, потому что глупость продается на рынке лучше всего. Другое дело, что потом происходит с, так сказать, человеком, который продал свою глупость, заплатил за это деньги, и что с ним потом... Вернее, получил за это даже маленькие деньги, и что с ним потом происходит. Вот. То есть, мы... Рынок недвижимости, это специфический рынок, потому что вложить деньги особо некуда в стране, потому что развитие кусочно-разрывное, а там, где оно есть, в основном вкладывает государство. И вкладывает крупняк, связанный с этим государством. И мне, частному инвестору, там делать особо нечего. Ну, приду я на строительство завода ценой 9 миллиардов рублей, скажу, ребят, знаете, у меня есть 9 миллионов, можно я к вам присоседюсь? Можно там бизнес-план подсчитать? Ну, если найдется лупа, чтобы меня разглядеть, меня спросят, чего? Ну, обычно лупа не находится, потому что люди заняты делом, люди работают. Поэтому возникает вопрос, куда нести деньги, и вот вам, пожалуйста, единственный рынок недвижимости. При этом, поскольку произвол монополии гонит цены наверху, цены растут, и так, 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 эта квартира три года назад стоила 12 миллионов, сегодня она стоит 20 миллионов, на самом деле уже больше, а на этапе котлована она стоила 6 миллионов. Отлично, я сейчас тоже вложусь во что-нибудь, и я тоже удвою свой капитал. Да, конечно, с учетом девальвации рубля это будет уже не в два раза, но все равно будет, я все равно буду в плюсе. Я все равно буду в плюсе. Но это же заблуждение в некоторых случаях как раз на текущий момент у людей. Знаете, вот насчет заблуждений могу рассказать вам, я единственный человек в стране, который в те годы, когда Газпром вырос в цене в 10 раз, удавился потерять деньги на его акциях. Просто он рос, естественно, не монотонно, он рос скачками, и вот в какой-то момент приходит ко мне моя жена и говорит, слушай, ты знаешь, милый, нам нужно, хватит нам арендовать квартиру, нам нужно купить жилье. Ну, и здесь вопрос, или мира в семье, или дохода. Я выбрал, естественно, мир в семье, деньги я вынул, и это был момент, когда рынок припал. Я потерял, не могу сказать, что очень много, но это было очень обидно, но особенно на фоне последующего, предыдущего роста. Вот. Так вот, но в стране в целом у нас ситуация принципиально иная, потому что Небюрин это говорит не про рынок недвижимости, для нее это просто один маленький кейс. Один из секторов. Незначимый, на самом деле. Незначимый? Незначимый, потому что масштабы этого рынка незначимы для строительного комплекса, но они незначимы для финансового равновесия в целом. И люди, которые несут деньги на рынок ипотеки, это люди не бедные. Да, несут они очень часто последние, но если они эти деньги потеряют, у нас не будет социально-политического катаклизма. будет очень обидно, но мягкими поддерживающими мерами типа запрета выселения ипотечников из квартиры, потому что банку эта квартира тоже совершенно не нужна на самом деле, а это потом когда-нибудь можно будет разрулить, когда это станет проблемой. Поэтому сегодня проблем нет. И когда Небюрин говорит в целом о рынке, она ошибается, потому что в целом у нас из-за нехватки денег, из-за денежного голода в целом по стране у нас инфляции сдерживают, у нас инфляция производила монополии. При этом вот Небюрин сама по себе взятая как отдельно взятая из лица, она может ну как управленец, она может исправить проблему только частично. То есть она может обеспечить дешевый кредит, ограничив финансовую спекуляцию. Но она не может ничего сделать с нефинансовыми монополиями, это не ее поляна. То есть рост цен будет все равно. И второе, она не может сделать нормальную таможенную налоговую политику. Потому что вся налоговая таможенная политика сейчас ориентирована на подавление внутреннего производства, на стимулирование экспорта сырья. Такая колониальная модель экономики. То есть Небюрин говорит вещи неправильные части экономики в целом, но она понимает, что инфляция вызвана производом монополиями, она многократно про это проговаривалась, но она продолжает вести себя так, как будто инфляция вызвана избытком денег. А это позиция фундаментально неверная, потому что есть люди, которые страдают избытком денежной массы, избытком веса, избытком массы. И как экономики, которые страдают избытком денежной массы, нужно не кормить. Или кормить очень мало, тогда не будут в норму, им станет хорошо. Если вы этот же самый рецепт примените к дистрофику, которая страдает нехваткой массы, вы его угробите. То же самое у нас рецепты, которые выработаны для людей, для лечения людей от ожирения, применяют к экономике, которая страдает от нехватки денежной массы. Поэтому мы имеем большие проблемы, поэтому мы имеем падение уровня жизни людей, но на рынке недвижимости это не видно. Потому что если у вас есть деньги, которые можно куда-то инвестировать, вы можете их инвестировать, рискуя сломать шею прямо сейчас в криптовалюты. Не только потому, что они очень волатильны, но и потому, что, по-моему, четверть биткоинов, выпущенных с момента его создания, они потеряны или украдены. Ну, на каких-то там флешках, компьютерах, не только на слэшках, компьютерах. Понимаете, если вас приходят грабить и требуют от вас пин-код от вашего счета в банке, у вас есть некоторый шанс. А если к вам приходят и грабят у вас флешку, у вас защиты нет. Была у вас эта флешка или не было, вы никому никогда ничего даже не расскажете. Нелегальный инструмент, потому что... Он в нелегальной, он не криминализован, он не регулируется никак. Если у меня был счет, и меня принудили эти деньги перевести, или даже если я заработал деньги, у меня лежал кубометр денег, но если это был честный кубометр денег, или даже нечестный, я могу кому-то об этом рассказать, сказать, вот у меня было заявление и так далее, то с флешкой доказать, что у меня эти деньги были. Плюс кубометр денег, это можно, так сказать, машину останавливать и багажнике проверять, а флешку вы не будете. Поэтому меня очень, так сказать, радует наше Министерство цифрового развития, у которого заместители министра цифрового развития принимают в ресторане за получение взятки личными. Это все, что нужно понимать про наши цифровые перспективы. Другая сторона, это классические золото, классические доллары, но у долларов периодически возникают риски разного рода, сейчас очередная зона рисков до конца лета спокойно, там надо смотреть в середину августа, поэтому не очень, так сказать, надежно остается одно золото, ну сравните золото с недвижимостью, которую можно будет потом задавать в аренду, которая обладает самостоятельной потребительной ценностью. Естественно, естественно, недвижимость выигрывает. Золото купил, и оно лежит. Оно лежит. Мертвый холодный груз. При этом, как его лежать, потому что класть его в ячейку страшно, мы все знаем про надежность нашей банковской системы, хранить золото дума еще страшнее, если даже вы бандитам покажете, где оно лежит, вы не докажете, что оно последнее, а недвижимость, вот она вроде бы у нас права собственности как-то защищаются, вроде бы не так все плохо, особенно при первичной покупке, когда там нет истории, что владелец окажется банкротом, и у него окажутся малолетние детки, или что-то еще вылезет, вот, так что она обладает преимуществами, поэтому все бросаются туда, разгоняют рынок, и никто не может верить, что этот рост когда-нибудь остановился. мы делали аналитику для Сколкова, вот перед тем, как попасть туда, и мы выяснили, что на первичном рынке около 30% сделок, это как раз таки инвестиционные сделки, то есть если мы берем только рынок Москвы, у нас было 170 тысяч сделок по ДДУ на первичном рынке за прошлый год, только Москва без области, и мы посчитали, что примерно почти 50 тысяч сделок, 57 тысяч сделок было куплено недвижимость с целью инвестиций. Что-то маловато, честно скажу. Это только Москву мы взяли, именно первичный рынок. Именно про Москву, именно про первичный рынок, что-то маловато. Но с другой стороны, уже появилась молодежь, уже появились дети, огромное количество людей бежит сюда со всей страны, люди продают квартиру в Омске, чтобы сделать первоначальный взнос, да, это я понимаю. Реинвестицию, да, то есть условно. Но вот если вот чуть глубже еще покопаться, то есть получается сейчас у нас ставка высокая, но Бюллина там сдерживает, у нас действительно инфляция, наверное, издержек, то есть действительно у нас определенная монополия сейчас есть на рынке недвижимости. Я лично считаю, мы тоже можем говорить, что я считаю, что строят мало, да, и за счет этого, то есть вот то, что мы... Строят много, у нас очень много стоит пустующего жилья в Омске. А, например, вот на самом деле, я слышал ваше заявление, да, но мы же не знаем, сколько у нас инвестиционных квартир, инвестиционных домов, инвестиционных кварталов, потому что иногда идешь мимо дома, ни одной лампочки не горит. Смотришь, а там все распродано. Вот мы изучая рынок недвижимости, да, я, к нам приходит огромное количество людей, которые хотят сохранить свой капитал, да, и в большей степени люди действительно хотят сохранить капитал и воспользоваться дешевыми программами, которые сейчас немного разгоняют. Которые пока еще есть. Пока еще есть, и ближайшие три месяца у нас будет, к сожалению, искусственный спрос, потому что последний Вася побежит... Ну, все заскакивают в последний вагон. В последний вагон, да, да, то есть я вот ближайшие три месяца ничего не буду покупать точно, вот, и получается, что я, наоборот, не вижу выгодных цен на готовое жилье, которое, может быть, в некоторых случаях простаивает от застройщиков, которые могут выкупить в льготные программы. Застройщики не снижают цены, потому что это монополизм. Это монополия. Если у застройщика возникнет настолько сложное положение, что он будет вынужден снижать цены, он перед тем, как снижать цены, пойдет в государство и получить какую-то поддержку. Некоторые в январе и феврале, когда была действительно коррекция рынка, потому что был у нас всплеск, ставка росла, потом все это замедлилось, непонятные там ипотека, сделали скидки до 30%, даже в некоторых случаях, от реальной цены, да, то есть, но это было очень ограниченное предложение. А что такое реальная цена? Реальная цена, вот в моем понимании, да, это та стоимость, по которой купил бы человек этот объект недвижимости на вторичном рынке за наличными. Относительно вторичного рынка. Да, понятно. Здесь есть нюансы, которые людей очень здорово пугают. Во-первых, ну, просто я недавно покупал квартиру и ипотеку как раз, так что я могу это говорить на своем. Это интересно. Первое, это качество строительства. Когда вы заходите в новостройку, очень хорошая новостройка, очень хорошая, вместе вокруг парк, пафосные, это сам, мопы, лапомольники. Чуть ли не управ делами президента. И вы видите, что в квартире одни батареи, одни, а другие другие. Почему? Ну, просто строитель решил сэкономить и где-то спер батарей. На весь дом не хватило и часть пришлось докупать. Но их все менять надо по опыту. Мы управляем, у нас перед дом годом три потопа было в новостройках, где мы не заменили. Это очень сильно зависит от того, кто строит. Вот, как бы, без рекламы, хорошую репутацию имеет Донстрой. Согласен. Большинство объектов МР групп, да, ну, объекты, которые обладают плохим качеством, мы здесь называть не будем, чтобы люди не обижались. Это масса, но их все знают, их все знают, скажем так. Второе, транспортная доступность. Ну, вот застраивается сейчас пойма вдоль Москва-реки так называемый проект Остров. Отличный застройщик. Но, простите, пожалуйста, а как туда можно будет въехать и как оттуда можно будет выехать? А я согласен с вами. Проект Сидни, то же самое. Сидни-сити. Да, Береговой, то же самое. И много-много-много таких других вопросов. Ну, и Сидни, допустим, там будет своя станция метро. Михаил Геннадьевич, вы назвали все три проекта, которые мы ни в коем случае не рекомендуем покупать. Там будет своя станция метро. Отлично. хорошо, я не езжу на машине, например. Отлично. Я пользуюсь метро. Замечательно. А там станция метро, которая будет не как Октябрьское поле. То есть, ну, у нас есть станция метро в Москве, где приходит туда вал людей с электрички. И там, если вы в четвертый поезд зайдете в час пик, то это ваше большое человеческое счастье. Ну, где МЦК, МЦД, пересекается метро. Не все, но некоторое. Дальше. Но к вам приедут гости. Вы поедете в гости. К вам приедет, не дай бог, скорая. И так далее. К вам приедут ремонтники. Точно они приедут не на метро, они привезут штукатурку на машине. Это будет бесконечный цирк с конями. Дальше. Качество жилья. Ну, вот, скажем, здесь недалеко, на Павелецкой, мне просто избиратели прислали фотографии, значит, канализационную трубу, прорезанную саморезами. Я не говорю про приветы от строителей, когда строитель считает, что ему не доплатили. Ну, в обычном частном доме он вам вмуровывает дюжину яиц в подвал, и где-то через месяц после того, как он уходит, возникает такой запах, который выветривается через полгода-год, но жить нельзя. Ужасный пример. Нет, ну, если вы поссорились со строителем... Я понимаю, что бывают такие истории. Ну, вот, я въехал в квартиру отличного застройщика, замечательного застройщика, не буду рекламировать, но при этом у него теплоизоляция везде вложена с разрывом 15 сантиметров. То есть, эта теплоизоляция еще осядет со временем, и у меня будет постоянный холод. Или мне нужно будет расковыривать стену и самому это докладывать, или я буду жить в холоде. Такой большой классовый привет. Я этого не говорю, не говорю эти проблемы. Я говорю о проблемах, которые вот пробили этим самым саморезом канализационную трубу. Что это значит? Саморез сгниет там через пару лет, и у вас будет течь канализация не только снаружи, внутри этой трубы, но и снаружи. В 50-этажном доме. Во! Супер! Вот. Да, дом от этого не разрушится. Но больше претензий, я думаю, все-таки к отделкам, то есть условно к качеству использованных материалов, не к самому дому. Качество использованных материалов, это вообще отдельная тема. Это отдельно очень смешная тема, когда вот внутренние перегородки, просто вы понимаете, что вот поставили два листа гипсокартона, и между ними забили весь мусор. Извините, пожалуйста. И между ними забили весь мусор, который у вас был в ходе строительства. Сложился. Да, такое бывает. Чтобы его носить. Это норма. Такое бывает. То есть тот же левел, да, в одном крупном проекте, сделал предчистовую отделку, но стены настолько ужасные, сделаны из гипсокартона, что нужно... Послушай, деньги все потратили, чтобы снисти это. Чистовая отделка, вот просто вот white box, я понимаю, ок, допустим. Но если чистовая отделка, то... Не говоря о том, что у меня уже есть строитель, один такой профессиональный, он регулярно спорит. А спорим, что вы найдете в Думе угол в 90 градусов в своей квартире. Не найдете. И он выигрывает, он, так сказать, уже давно алкоголь не покупает, он спорит на бутылочку хорошего коньячка и знает, что ему принесут. Конечно. Когда ему хочется следующую бутылочку, он следующую спорит. Вот. У него клиентов довольно много. Вот. Но если вы делаете отделку, берете с отделкой, подождите, а вы понимаете, что у вас, скорее всего, будут разные вкусы. А вы понимаете, что у того, кто эту отделку делает, даже если не брать минимизацию издержек, которые вполне оправданы. То есть, вы получите самое дешевое из всего, что только можно себе вообразить. Самое дешевое продано за очень дорого. Естественно. 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 Конечно. Но при этом вы еще и со вкусами не сойдетесь. Конечно. Но зачем тогда вы это берете? Просто зачем? Нет. Если я понимаю, что у вас нет денег, у вас вот край в край, и это вот последняя копейка, тогда, наверное, да. Или там время поджимает. Но, вы знаете, можно сделать самому довольно дешевый ремонт. Но у людей зачастую не хватает экспертизы. Но экспертизы не хватает никогда, скажем так, скажем по-честному. Экспертизы не хватает никогда. Представить себе, что можно заплатить 50 тысяч рублей и избавить себя от проблем на 5 миллионов, обычному человеку в голову не приходит. Ему жалко этих 50 тысяч. Он верит приятным людям, с которыми он договорился об этой квартире. Ну и дальше наступает большое количество разочарования. Дальше. Расположение. Я могу сказать, что я получил, правда, не с первой попытки от правительства Москвы клятвенное заверение в том, что все, что у нас строится, у нас строится с учетом тщательно геофизических исследований. Причем нагрузка рассчитывается не только на один дом, не только на группу домов, принадлежащих отдельной компании, а на всю зону застройки в целом. Вот эти клятвенные заверения мной получены. Другое дело, вопрос об их цене. Что они стоят, эти заверения? Я бы так просто не доверял бы заверениям российских чиновников. Можно вспомнить наводнения в Орске и так далее, и так далее, и тому подобное. И бесконечное количество того, что было до и после. Можно вспомнить рассказ о том, что у нас в Крокурс-Сити все было сделано идеально и как надо. Это не только МЧС заявил, но это и прокуратура заявила по горячим следам. А дальше я живу в квартире, я периодически выглядываю язык. На самом деле ценность вида гомерически преувеличена. Я живу сейчас с видом на Кремль и жил с видом на Кремль довольно долго и могу сказать, что после первого полугодия вы практически это перестаете замечать. Но когда вы живете окна в окна, вы замечаете каждый день это. Вы это ощущаете. Можете не замечать, вы это ощущаете, когда у вас стена. У вас может быть идеальный ландшафт, как в Зеларте, но скученность этих человеников вас будет давить. И это тяжело. Это тоже нужно учитывать при строительстве. У нас огромное количество прекрасных проектов, которые этого не учитывают. Дальше. Ах, железная дорога. Я всю жизнь прожил, у меня под окнами ходит трамвай, потом я другую половину жизни прожил на Садовом кольце, так что мне это совершенно безразлично. Но я знаю людей, которые реально меняют место жительства, потому что у них под окнами третье кольцо. Не, ну третье кольцо и трамвай, да, это разные вещи. А третье кольцо и второе кольцо, как садовое, это вещи сопоставимые, скажем. Третье, конечно, пожестче будет. При этом люди обычно не учитывают, что когда у вас под окнами трасса, то копоть у вас до 16 этажа поднимается точно. Не знаю, как выше, но в 16 этаже у вас мелкодисперсная пыль будет покрывать все и будет пролезать куда угодно. И когда вы вот эти вот все нюансы учитываете, у вас возникает железобетонная граница между инвестиционным жильем, которое для других, и жильем, которое для себя. Абсолютно две разные вещи. Выбор квартир. Это просто разный мир. Абсолютно. Разный мир и для меня, для того, кто будет жить. Потому что если мне нужно перекантоваться годику, я готов жить в тяжелых условиях. Не критично. Это не критично. Вопрос цены, условий. Да, но если мне жить всю жизнь, то это совершенно другое. С другой стороны, у нас человейники, у нас эти собянинки от 8,6 квадратных метров. И если люди не планируют иметь детей, то это один вариант. Никаких проблем. Я жил вдвоем в квартире площадью 34 квадратных метра. Она была двухкомнатной. И у нас было постоянно лишнее место. Мы не знали, чем его занять. Но если планируются дети, то квартира, скажем, на 24 квадратных метра, это уже недостаточно. Совсем недостаточно. Но это все-таки квартира-студии для одного человека. И сейчас все-таки тренд на то, что люди живут порознь, ну, то есть не так быстро. Они, условно, начинают жить совместно, семьи заводят намного позже. То есть все-таки рынок сейчас дает то, что хочет потребитель. А потребитель, по факту, живет один сейчас? Потребитель, потребитель хочет квартиру. И когда он видит ценник, говорит, я хочу квартиру, но пусть она будет поменьше, потому что мой день неограничен. Вот и все, желание потребителя. Если как раз вернуться к сравнению вторички и первички, чтобы мы закончили эту тему. То есть получается, что вот в вашем понимании сейчас строят плохо. Есть большое количество проблем. здесь есть сказать, что вот знаете, вот в наше время при царе так все было качественно. Конечно, хочется такое сказать, но с того времени прошло много времени. И, во-первых, дом, который был элитным при советской власти, сейчас воспринимается, извините, как помойка. Да, старое... Очень часто. Я был вот на Гутузовском проспекте, я смотрел конкретно квартиры, в которых я бы не стал бы жить никогда, даже при советской власти. Хотя это элитные жильцы. И они очень дорогие. Они дорогие. Дальше мы имеем проблемы. Инфраструктура. В новом доме вы залезли в чат жильцов дома или просто поговорили. Посидели на ловочке, поговорили. Дом большой, дворик маленький, все ходят, можно поспрашивать, поговорить. То есть, советской власти строили большие дома, вы в этом дворике замучаетесь бегать за бабушками. Бабушка скажет, что ее все устраивает, все замечательно. А то, что у нее, пардон, мусоропровод вывозят раз в три дня, и поэтому в подъезд нужно обходить в противогазе, так она принюхалась, потому что у нее кошечки в этом подъезде, а кошечки перебивают любой мусоропровод. А когда вы туда входите, то это... И заплатили 30 миллионов рублей? Да, больше. Ну, я условно... Туалет дома колхозника вечером 3 мая. И поэтому идут и берут... На этом берут новостройки, хотя бы чисто, хотя бы будет новое. Дальше капремонт очень часто снижает качество жилья, не повышает. Сталкиваюсь, я понимаю, что я сталкиваюсь с ситуациями, когда... Никогда система работает, когда система не работает, в основном система работает. Мне люди пишут массово о ситуациях, когда капремонт ухудшает качество жилья. То есть, сделали капремонт, стало хуже. Да, там течет крыша, например. Ну, я, честно говоря, не очень понимаю, что это такое, потому что собрался, подъезд взяли и заварили на худой конец, или там то ли мы заклепали. Но это довольно распространенная проблема. Никто не хочет на себя брать ответственность, никто не хочет организовать. Никто не хочет брать на себя ответственность ключевая вещь, потому что если я поставил заклепку, заклейку, заплатку на крышу, то виноват буду я, а не управляющая компания. Все штрафы прилетят мне. Наверное, в этом вы правы, потому что сейчас репрессивная система по отношению к людям, которые пытаются что-то сделать сами, как-то самим. Если при советской власти самодеятельность приветствовалась, то сейчас она карается, потому что это точка распила для других людей, а вы, значит, их лишили этих денег. Но старое жилье не является панацеей, потому что проблема коммуникации, проблема ремонта. Дальше проблема соседей. Когда вы поселяетесь, заселяетесь в новое жилье, у вас, вокруг вас люди примерно вашего стиля жизни, примерно вашего образа жизни. И вы можете в силу современных возможностей, ну вот я сравнивал у меня, так сказать, мамина квартира в старом доме советском 59-го года на стройке. И сейчас я, значит, в ипотеку себе взял новый. Я сравниваю чаты жильцов. Это разные меры. Я просто сужу, что там, где ее не бьют жильцы, там мусор неделями не выводится. Там катастрофа, там ад, трэш и угар. Но в новом доме с бодрыми жильцами она там сама траву сажает, она проводит праздники, там блины раздает, намаслятся. В общем, я не в свою думал, что вам не нравится. А свиты раздавали. А это ее так выдрессировали. Ту же самую, которая обеспечивает разруху в доме, где ее никто не трогает. Что ж там? ГБУ-жилищник тоже очень разные. Это феодальные княжества, разные в муниципалитете. Здесь идеально, здесь катастрофа. Вплоть до того, что у нас, значит, зимой по Москве ездят бригады УХ по жалобам жильцов. То есть, жильцы не жалуются, значит, может двор не чистить. Жильцы пожаловались, приехали, крышу лед обкололи, двор почистили, если счастливы, все довольны. Это я депутатским запросом так организовал в свое время. Вот, а там, значит, весь чат жильцов радуется. Какой у нас хороший совяня. Как классно все давать. Ну ладно, не суть. Вот, то есть, у вас сосед может быть алкаш. У вас сосед может быть сумасшедший. Это вполне важно. Я дрался с соседом. В старом доме. В старом доме. Я был, купил квартиру. Это старая, давняя история. Да. И сосед на меня подбуханный, там, соответственно, начал наезжать, и мы с ним подрались. Так у меня ситуация с юристом. Он, правда, в Москве живет. Его сосед с ножом нападал несколько раз, и когда тот набил ему морду, набил ему морду, ему выкинув из квартиры под камеру, сейчас судит этого юрист. Ужаско. Потому что с ножом он лез ему в квартиру, где камеры нет. Нет доказательств. А морду он ему убил, выбив нож из руки, на лестнице под камерой. Вот, пожалуйста, история с соседями. Дальше все эти страшные истории, ну, на меня это не действует, но на молодых женщин действует. Когда там умерла бабушка, и через полгода нашли по запаху. А я не говорю, что это массовая история, но ситуация с лкашами, с деклассированными элементами, я сам хорошо помню. Значит, вдруг, ну, как бы, мы жили в доме, такая восьмиэтажная башенка, хрущевская, квартира малогабаритная, хотя и не ухудшенная планировка, а вокруг брежневская застройка, такая качественная, кирпичная. И все деклассированные элементы со всей округи переселялись в эту башню. Все разведенные, все алкашня и так далее. И, значит, вдруг сосед снизу начинает очень так уважительно относиться к моей жене. Мне это напрягает. Я так аккуратненько его спрашиваю. Условно, Вася, а чё ты к моей жене так к ней относишься? И он говорит, слушайте, у вас такая хорошая жена. Она так, она просто ангел во плоти. Дальше выясняется, в чём заключается ангельство. Когда, значит, Вася лежит на лестничной площадке в слегка нетрезвом состоянии и его обойти нельзя, потому что он лежит широко раскинувшись, она туфельки с каблучками снимала, чтобы по нему пройти ножками. Вася это отметит как исключительный гуманизм и проявление доброго человеческой заботы о нём. Но он тихий и спокойный был. А бывают буйны. Бывают буйны. Дальше проблема этническая. Вы можете легко купить квартиру в новом, в старом доме, где в подъезде таких вас говорящих по-русски будет 3 или 4 человека. Это отдельная проблема. Будет. И так далее. Я могу рассказать историю очень интересную на эту тему наоборот. То есть нам собственник один передал квартиру в управление, уехал жить в другую страну. Квартира это метро Новоясеневская, старый фонд, хорошая квартира, мы её подготовили. И заселили туда семью с русскими паспортами. Условно с ребёнком, с пропиской, всё легально, но они, соответственно, недавно получили русские паспорта. То есть я не знаю точную их национальность, но она... Ну, не крысичь. Да. На первую... Через первую неделю бабки стали им стучать в дверь. Вторую неделю стали мазать чем-то вонючим им дверь. А потом ребёнок гулял на детской площадке, они стали травить ребёнка вокруг бабки. Вот. И потом дошло до такого, что девушка, как я понимаю, ну, женщина пришла за ребёнком, те погнали за ней, она испугалась, упала, сломала себе зуб. Ну, то есть они их травили, и мы им помогли потом переехать, нашли другое жильё. Какое-то интересное место. Собственник оплатил им... Собственник оплатил лечение зуба. Это прям реально просто история. Собственник очень замечательный. Но, то есть это такая ситуация. Первый раз столкнулся, когда... Я, честно, я тоже первый раз. Хотя, ну, то есть у нас же тоже требование, например, в компании, что обязательно нужна прописка, паспорт. То есть мы никого какого-то лего человека не заселим. Ответственность определён юридическая. сталкиваюсь впервые. Да, я был в шоке от такой ситуации. То есть бывает, когда бюрократия их, так сказать, прессуют, гонабиты, всё остальное. То есть пользуются тем, что человек своих прав не знает и не может знать. Это бывает, это обращается. Вот такую историю первый раз слышу. Правда. Ничего себе. Да, мы были тоже удивлены. Если вот завершить нашу тему со ставкой с рынком недвижимости, то получается, вот у нас сейчас высокая ставка ЦБ. Пока действуют льготные программы в ближайшие три месяца семейные подрежки. Они ещё действуют, они будут сохраняться, но они будут уменьшаться, будут ужесточаться требования. Но как только, в том числе по семейной ипотеке. Я читал на сайте Кремля, что теперь семейную ипотеку выдавают тем, у кого есть ребёнок, до шести лет. Ещё есть один нюанс очень существенный. Дело в том, что банки сами начали ограничивать выдачу пятики. Не они в Москве, в Москве. Почему? А это очень грустная история. Они увидели в ходе коммунальных аварий, что у нас очень часто строятся кварталы жилья нового на неприспособленной к этому инфраструктуре. Ну, грубо говоря, был квартал пятиэтажек, поставили квартал тридцатиэтажек. Понятно, что нужно менять всю канализацию, как минимум. У нас в лучшем случае меняют электричество. Дальше начинаются проблемы. И чтобы не расхлёбывать эти проблемы, потому что люди могут, если это будет массово, возникнет угроза для возврата кредитов, банки стали притормаживать это дело. Это вот внутренний конфликт между банкирами и застройщиками. Да, не слышал. Он не острый, он не яркий, он никем никогда не признаётся, но это просто видно по действиям банков. Ну, это вы изнутри как раз видите эту ситуацию. Просто вот я вижу как бы риск, да, какой потенциальный, что, ну, то есть, да, сейчас все побегут, цены чуть-чуть опять искусственно вырастут, да, там, на недвижимость. Но если Эльвира Набиулина начнёт снижать ставку, то люди, люди сейчас где деньги хранят? На депозитах много. И они опять, как ставка начнёт снижаться и доход с депозитов падать, Значит, если верить Набиулиной, она будет снижать ставку очень постепенно. Поэтому шокового снижения процента по депозитам не будет. То есть, не будет уж побегать. Второе. У людей проблемы с деньгами. Очень серьёзно. Уровень жизни людей, в общем-то, снижается. Когда говорят, что много платят тем, кто на СВО, ну, платят-то много. Но они и обмундирование все в ряде случаев покупают за свои. И, так сказать, семьям помогают, и с кредитами рассчитываются ранее взятыми и так далее. То есть, здесь есть, конечно, некоторый эффект увеличения доходов. Но если брать увеличение свободных денег, то он существенно меньше, чем тот, о котором там некоторые говорят. Поэтому общий спрос на жильё, он, конечно, будет, потому что он вызван тем, что людям надо где-то жить. Но он будет не критически усиливаться, я думаю. И здесь, как раз, для рынка аренды самое лучшее время наступает. потому что у нас огромное количество простаивающего инвестиционного жилья. И у нас всё-таки, у меня ощущение, большое количество нераспроданного жилья, которое даже инвесторы не выкупили. Это в неудачно расположенных в личных комплексах. Ну, замка, замкадье. Причём, замкадье не балашиха какой-то, а просто плохое транспортное состояние. Можно сказать, типа, пригород лесной от самолёта. На мой взгляд, огромнейший проект. Там живёт, там несколько десятков тысяч людей и будут жить. Но добраться туда, я вот её называю, на оленях и тюленях можно. То есть, метро нету, станции электрички нету, нормальных парковок нету. Как оттуда добираться? И, соответственно, занятости нету. То есть, вы не можете организовать занятости на месте. Сейчас туда набирают, то есть, самолёт, условно, продаёт красивую историю квартиры с отделкой в льготную ипотеку и сдавай её там, условно, что делать не хочешь, а в реальности вот там как раз-таки спред огромный. К нам как-то пришли на оценку с квартирой. Мы говорим, ну, квартира, ну, 6,5 миллионов. Он говорит, вы не умеете считать. У застройщика на 9,5-10 стоит. Мы говорю, ну, а что вы сделаете? Это неликвидный объект. Это монополизм. Это и есть монополизм. Они там предлагают свои там около нулевые какие-то или выгодные ставки, рассрочки, отсрочки. Да. А реальная цена на вторички за эту квартиру 6,5. И второе, что мы всегда забываем. Мы забываем о том, что ипотеку нужно платить. Я когда-то, очень давно, придумал шутку о том, что, значит, всё правозащитное сообщество мира выступило с единодушным протестом против бессмысленного зверства, когда маньяки-убийцы заменили смертную казнь на ипотеку на 25 лет. Вот 20 лет назад, в начале десятых годов над этим смеялись. Сейчас над этим, ну, так улыбаются, но не больше. А ипотека предусматривает ощутимые для семьи выплаты каждый месяц. Ощутимые. Потому что, если бы они были неощутимыми, вы бы взяли что-нибудь получше. И побольше. И побольше. Соответственно, это ощутимые выплаты, которые болезненные. И если вы не перекручиваетесь, не закрываете ее условные первые 1-5 лет, ну, грубо говоря, взял ипотеку, долго-долго продавали квартиру в другом городе, она продалась, я закрыл ипотеку. То это постоянное, помимо того, что это постоянная нагрузка, постоянные выплаты, а это еще и постоянный риск. Ну, грубо говоря, я скопил себе на черный день немножко денег. И если он настал, мне, в общем, фиолетово. Если я живу в мегаполисе, а не в небольшом городе, я пошел искать себе работу и спокойно буду искать себе работу, пока у меня хватит в моей заначке. В ситуации с ипотекой любое значимое ухудшение финансового положения может стать катастрофой. И сознание этого на людей дает очень сильно. При этом у нас не очень все хорошо с экономической конъюнктурой в целом. И пока экономическая конъюнктура не будет выправлена государством, пока она пойдет развитие не кусочное, разрывное, а в целом фронтально, это будет постоянная угроза, которая будет висеть уже над государством. Уже над государством. Потому что пока у нас разовые невозвраты, ипотеки, ну это ваши проблемы, ребята. При советской власти у меня соседка в кооперативном доме, там кооператив плачевали в рассрочку, она не смогла выплатить очередной взнос, она лишилась квартиры. Это история при советской власти. Хрущевки. То есть, это было всегда. Но когда это начнет становиться массовым явлением, вернее, не дай бог, если это начнет становиться массовым явлением, то это будет большой угроз. Но у нас сейчас рекордно низкая условно просрочка. И просто, что я вижу изнутри рынка недвижимости, что за последние, например, с 2020 года, возьмем, люди брали льготные ипотеки. В 2022 году рекордно низкая средняя ставка была 3,75. И то, что мы сейчас сталкиваемся, что люди не хотят продавать недвижимость, даже если она выросла в цене, потому что они ее купили за очень дешевую ипотеку, 3, кто-то в 0% купил, кто-то в 5, в 6. У меня такие есть объекты. И получается, что люди не хотят их продавать, вот как раз вот этот вот средний слой как бы населения. А те люди, которые купили квартиру для личного проживания, но все-таки мне кажется, что аренда сейчас выше, чем ипотечный платеж, если он был именно в льготной. Именно сейчас после повышения процентной ставки и снижения количества квартир на рынке аренды, потому что у нас в 3 раза уменьшилось количество свободных квартир, ну в экспозиции, в продаже, в аренде на Авито, например, в 3 раза уменьшилось квартир. И за счет этого сейчас в среднем однушка, в бизнес-классе, конечно, не в старом доме, однушка сдается на уровне от 80 до 120 тысяч рублей. В Москве, соответственно, вот где-то получается между трешкой и МКАДом. Это наши реальные цифры с точки зрения аналитики, то есть изнутри погружения. Это перегретость рынка даже по московским зарплатам, даже по московским доходам. Но понятно, что сократилась экспозиция аренды именно потому, что с повышением процентных ставок все бросились в аренду. Да. Но, тем не менее, те, кто уже взял, для них все равно это ежедневный выплат, ну, ежемесячный выплат. И при резком ухудшении условий жизни они находятся в зоне риска. Это может стать проблемой. Сегодня это не является экономической проблемой, но при ухудшении экономической ситуации, в том числе структурном ухудшении экономической ситуации, ну, грубо говоря, все деньги России сейчас стягиваются в Москву, это несправедливо. Проснулись мы с утречка, потянулись, решили, что пусть живет не только Москва, пусть живет Россия и более равномерно распределили деньги по стране. Стране страна задышала, Москва сказала и так далее. На благоустройство уже плитку придется перекладывать не каждый год, а раз в пять лет. А это будет проблема. То есть, когда вы берете ипотеку на 25 лет, ну, у меня на 19 лет дали ипотеку, потому что 20-30 лет по возрасту не подхожу. Типа, 74 года я буду ударно работать. Меня обеспечили, как это, московское долголетие. Вот. Но если что-то произойдет за это время, а так, по опыту, если отмотать 19 лет назад, в общем, что-то произойдет точно, большое, в мире, это дополнительный страх, это дополнительное давление на психику, а в случае каких-то экономических сильных колеманий неблагоприятных это удар и это риски. А не думаете, что как бы наоборот, что человек, вот я купил бетон, да, то есть, и он обычный человек, гражданин Российской Федерации, он не знает там фондовый рынок, рынок криптовалюты, он скопил какие-то деньги, где-то был участок земли, продал его. Какому-королю? У меня сбылась мечта, я купил бетон, который уже подорожал в два раза и будет дорожать дальше, ура, товарищи. И он говорит, посмотрите, какая инфляция, да, сейчас все еще предрекают, что у нас появится большая инфляция после инаугурации, а люди какой-то... Это не факт, потому что нищета основной массы населения сдерживает рост цен довольно эффективно, скажем так. Вот, произвол монополия упирается в нищету, и тогда он останавливается. Но, да, действительно, цены на бензин у нас было и будет, цены на яйца и другие специфические товары тоже будут. Зато горячка продешевела. Ну да, все деньги ушли на яйца. Если вернуться к рынку аренды, про которую мы говорили, вот он сейчас в России находится в максимально серой зоне. То есть, да, государство сейчас разрешило самозанятым стать сдавать квартиры, ну то есть, и платить налог 4 или 6 процентов, если физлицу, юрлицу, но все-таки очень мало людей сдают квартиры официально. При этом, как мне кажется, я думаю, что всем понятно, что государство сейчас смотрит всевозможные, ищет инструменты для того, чтобы увеличить свои доходы и сборы по налогам. Значит, давайте сформулируем так. Если вы сдаете в черную недвижимость и получаете в месяц больше 100 тысяч рублей, то вы в зоне риска. База, ну что, налоговые, банковские базы данных интегрированы друг с другом, но уже года 3. Это было даже 4, по-моему, в 19-м году летом их интегрировали, была большая история, когда у людей там замораживали счета за перевоз за 10 тысяч рублей. Было такое. Вот. Эту проблему расшили, но государственные налоги нужны, цифровизация у нас есть. То, что вам сегодня это сходит с рук, это не значит, что вам завтра сойдет с рук. Как делают реально люди, которые, что называется, остерегаются? Они получают деньги кэшем и тратят их кэшем за аренду. Они эти деньги просто нигде не показывают в легальной сфере экономики, то есть в безналичной сфере экономики. Здесь есть риски, потому что если я у вас арендую квартиру и плачу наличными, я могу просто сказать, а что, я же вам заплатил за прошлый месяц. Я же вам за прошлый месяц. Вы что, забыли что ли? Честно глядя вам в глаза. Вот у меня ломик припасен, живой свидетель того, что вы мне заплатили. Или полицию вызовем. Полицию вызовем. За мошенничество. Да, пожалуйста. И таких историй бесконечное разнообразие. Бесконечное разнообразие. Они никуда не выходят, потому что ситуация вплоть до того, что мошенники при помощи такой вот левой аренды отжимают квартиру. Это как? Знаете, я в юридические тонкости не вникаю. Наверное, там имеет место и подкуп местных правоохранителей. Без этого сложно обойтись. Но такие истории, в общем, по факту известны. Я больше по факту знаю историю, когда реально на месяца три аренды кидают. среднюю квартиру год в Москве это около миллиона дохода. И человек хочет сэкономить 4%, то есть 40 тысяч рублей. Но в реальности его спокойно кидают на три месяца, а могут еще подубить твою квартиру, нарисовать баллончиком слово плохое на стене, и будет не 300 тысяч потери, а до полумиллиона, плюс еще затраченное время, прочие моменты, нервы. Нервы, эмоции и все остальное. И для меня это очень удивительно, что при условии того, что государство создало инструмент вот сдавай легально или открой здесь есть нюанс и по самозанятый отвечает за свои обязательства всем своим имуществом. То есть если вы допускаете ошибку или налоговую не дай бог допустят ошибку, в которой она откажется сознаться сама, вы идете как Собчак говорила по известному русскому матерному адресу из трех букв посередине буквы он называется суд, доказывайте что вы не верулю до моркови на заговение не факт что докажете а вы отвечаете всем своим имуществам а это первое чего боятся люди но большинство я думаю просто боится связываться с государством и не хочет это дело оформлять это вот из серии экономия на спичку это вот из этой серии из-за непонимания наверное что легальный процесс удобнее и проще я честно скажу что если у вас не критическая финансовая ситуация то вот я бы сдавал просто как физлицо по 13% годов потому что его можно потом еще вернуть кстати от НДФЛ ну это можно вернуть НДФЛ там тоже но самое главное что как физлицо я относительно защищен насколько это возможно в России да мне очень не нравится что у нас нет больше бумажных свидетельств на право собственности что все это в электронном виде и что там будет с электронным сбоем это все понятно все очень неприятно это то что мы изменить не можем среда в которой мы живем мы не можем но когда вы выбираете работать в черную рискуя нарваться на мошенников там бывают профессиональные актеры которых вы не расколете не увидите работать самозанятым или ИП отвечая за все свои ошибки а вы можете не только налоговые можете их вы можете допустить скажем с ошибками налоговые я не сталкивался в отношении с физлицами ну там единственное штраф они не засчитывали какой-то очень долго упорно в результате просто не сталкивался то есть это предположение это гипотеза ну вы можете совершить ошибку ок допустим но эта ошибка не будет масштабами в цене вашей квартиры даже в цене годовой аренды она не будет в крайнем случае заплатите все штрафы и там получите какую-нибудь нехорошую метку ничего страшного вот или вы платите просто 13% как физлицо да вам нужно раз в год подавать декларацию в налоговом кабинете ну это морока ну ничего сложного в конце концов налоговая консультация стоит максимум 5000 рублей за эту работу да 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 я это делал без доктора наук экономических но тем не менее в этой части абсолютный профан я это делал сам с третьей попыткой у меня все зашло у меня все принято причем эти три месяца которые я просрочил из-за того что налоговую не принимала мою так сказать декларацию она зачла себе потому что я начал процедуру вовремя да вот то есть даже мне не было никаких неприятностей вот так что слушайте и они еще пересчитали мои доходы выяснилось что у меня бухгалтера не не применяли те вычеты которые они должны были применять и в результате не оказался должен им по своей декларации еще они должны были мне еще и выплатили но в целом-то я думаю что все равно огромное количество россиян выбирает недвижимость в качестве сохранения капитала свое по той причине что есть еще имущественный вычет ну налоговый вычет 260 тысяч вычет по процентам 390 люди очень часто идут в ипотеку учитывая вычет по процентам нет нет налога на маленькую например студию ну то есть если 20 метров взял купил маленькую студию под аренду нет имущественного налога маленькие расходы коммуналка ну и в целом сейчас можно взять онлайн ипотеку кучу сервисов цифровизации в целом это удобно да и в целом это легально государство предоставляет условия я критикую государство обычно здесь оно просто предоставляет все условия для того чтобы это было вы это делали легально и когда вы пытаетесь это при этом делать в черную ну я понимаю людей там возраст 70 лет это моего возраста я понимаю но все равно это ошибка все равно это ошибка ну или вы находите там съемщика который там который вы абсолютно уверены по тем или иным причинам ну другой вариант либо он приходит к нам и все оцифруем все делаем уже прям за собственников платим налоги делаем отчеты прочий-прочий момент при этом вот вы говорите что вы не любите вот эти моменты связанные с цифровизацией я наоборот да то есть вот я как-то с это смотрю позитивно и я недавно заметил тренд что государство активно сейчас развивает цифа да цифровые финансовые активы в том числе внешэкономбанк да они сейчас говорят про токенизацию недвижимости в будущем она еще ее нету про цифровизацию это частный случай секретизации недвижимости то есть использование недвижимости не только как потребительской ценности при сдаче в аренду но еще как капитала при помощи операции на фондовом рынке ну чтобы инвестировать это дело очень перспективное это дело очень правильное то что это в цифровой форме это абсолютно лидеры мира по части цифровизации ну потому что мы уступаем Эстонии но Эстония крошечна и потом не факт что мы ее уступаем а по-моему мы ее обгоняем по крайней мере стоимость мобильной связи у нас сильно ниже мобильного интернета вот то есть мы являемся мировыми лидерами в этой сфере конечно нужно относиться к этому с некоторой опаской потому что любая новая система сначала косячит да но опять-таки не фатально у нас это да у нас дикое количество утечек информации ужас 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 кто от этого на самом деле пострадал позвонили мне мошенники но дискредитировано в России МВД и ФСБ когда он звонит капитаном МВД посылайте его автоматически на автопилоте еще поиздевайтесь чей Крым но в общем и целом это не фатально это не критично и цифровизация это хорошо да это неудобно я привык к бумажкам но это моя особенность а когда я забываю распечатать бумажки это так удобно когда я прохожу по телефону с QR-кодом с QR-кодом я знаю что если у меня сядет телефон там у них где-то внутри есть зарядка или ее принесут если это будет не последняя минута перед вылетом то я все равно улечу с этим телефоном да и в целом у них принтера даже стоят они дублируют помогают делают все возможно и тоже есть разные нюансы у разных авиакомпаний я очень люблю S7 хотя редко и летают вообще с точки зрения уважения к клиенту это идеал по-моему и не только у нас а в мире по крайней мере за эти деньги но цифрализация это хорошо новый финансовый инструмент это хорошо а да конечно нужно продумывать все варианты а то у нас люди покупали через ВТБ и некоторые другие банки западные ценные бумаги потом против нас ввели санкции они приходят и говорят ВТБ где мои деньги родной ну ты знаешь такое понятие как страновую риску ну где твои деньги да сейчас тебе государство пытается помочь создают сложную систему для небольших вкладов там до 100 тысяч рублей потом она будет расширяться наверное это все равно потеря денег потеря времени это понятно это неприятно но эти штуки нужно учитывать но в целом цифровизация это замечательно мы же даже ее не замечаем вот мы сейчас с вами общаемся цифровизация да ко мне обращается огромное количество людей с воплями и жалобами значит на электронный концлагерь ребят значит вы мне ко мне обращаясь по ютюбу в ходе стрима вы можете мне жаловаться на электронный концлагерь если у вас в кармане нет смарт смарт-телефона если у вас в кармане лежит смартфон то вы уже сообщаете городу и миру всю свою информацию вас уже не отправивайся и пожалуйста вы можете взять кнопку кнопочный телефон но ход технического процесса он объективен да негодовать по его поводу так же как негодовать по поводу дождя да можно из Питера переехать в какой-нибудь Калмыкию засушливый регион или даже в Москву но отменить погоду Питера нельзя не получится в том числе и развитие технологий которые развитие технологий объективный процесс это замечательный процесс когда бабушка с внуком который за 3000 километров разговаривает и спрашивает ой слушай а что это у тебя там подбородок расцарапанный и так далее да для внука это неприятно но мы же не могли себе такое представить это я помню это фантастический аромат там видеофон описывался и то это как некоторая редкость а мы сейчас это в карман таскаем удовольны естественно это же и в части бизнеса мы имеем сейчас дикое количество возможностей которые мы просто не сознаем потому что мы мыслим по старому а мир уже новый мы не сознаем этих возможностей и плачемся что ой мне знаете вот вся эта реклама в телеграм-каналах тот кто ходит на работу тот что называется неудачник ошибается потому что вложитесь в спекулятивные операции пропущено сверните себе шею на них и так далее но отчасти это же правда огромное количество возможностей которые мы просто не видим которые мы просто не понимаем и даже авито которые я воспринимаю как пристанище мошенников оно работает мне нужно продать ненужную книжку я купил дорогую замечательную хорошую книгу она перестала быть ненужной и все у того что я как бы решил все вопросы с ней связаны мне нужно ее продать так я продаю по цене больше чем она стоила хотя она уже вроде бы просто она редко и для профессионалов вот так что все хорошо на самом деле все хорошо хотел бы я еще поинтересовать понимаете вот просто простая вещь мы никогда не жили не могли вообразить человечество тот уровень комфорта в котором мы живем сейчас мы не знаем что делать этот комфорт нас ломает психологически это другая тема с точки зрения удобства ну слушайте вот смартфон в кармане открывает вселенную то что мы этой вселенной не видим ограничиваемся страхом перед реальными опасностями не пользуясь возможностями не видя эти возможности это наши проблемы это наши косяки идите учить мы с вами обсуждаем как раз экономику извините извините понимаете мы живем век волшебства ну в волшебстве мы живем он может закончиться да но пока оно есть пока ютюб есть пока электричество есть да и есть сотовая связь я думаю что как по крайней мере не знаю мое поколение наверное еще там другое младше они чувствуют себя комфортно другая проблема что делать с комфортом ну он же должен расти потому что развитие это преодоление комфорта да когда у вас исчезает дискомфорт у вас исчезает стимул к развитию но это уже следующие проблемы это уже а сейчас у нас есть возможности нужными пользоваться знаете когда я еду в трамвай новом современном который в моем детстве это был бы гостиничный номер а не трамвай и разговаривал с другим городом еще чем-то недоволен мне там что-то не то говорят в приложении написано через сколько минут придет этот трамвай открываешь карту нажимаешь на остановку он иногда не точно приходит иногда предложение подвисает но тем не менее это же это же бред помните здесь такое понятие джентльменское опоздание можно опаздывать на 15 знаете почему потому что при советской власти автобусы и трамваи автобусы, троллейбусы и трамваи ходили с интервалом 15 минут и когда вы планировали свое время вы могли опоздать на автобус и тогда вы ехали следующим и вот вам 15 минут на опоздание но не больше а сейчас это нонсенс потому что я смотрю и в общем если я еду в компании то там вчетвером в такси влезть это примерно столько же сколько на городском транспорте на небольшие расстояния тут я соглашусь извините я вас отзываю мы с вами обсуждаем экономику обсуждаем инвестиции там куда как правильно сохранить деньги вот мне очень интересно было бы спросить вас а куда лично вы инвестируете вы как раз в ходе беседы сказали что и пользовались воспользовались ипотекой правда на 19 лет а не на 30 да как сейчас ну не дали не дали это дискриминация по возрасту вот мне очень интересно куда вы да сейчас соответственно сохраняете свои деньги куда вы инвестируете и потом уже вторым беседом во втором вопросе мы как раз обсудим куда бы вы бы рекомендовали гражданам России инвестировать свои скопленные деньги ну вы знаете я тот еще инвестор потому что у меня сейчас ну как бы я ушел я читал ваши вопросы там написано что я занимал ответственную должность но я занимал ответственную должность до 2003 до конца 2000 до августа 2003 года а платить в государстве начали с 2004 по-человечески вот поэтому особых денег у меня в общем нет и сейчас я инвестирую в ремонт и в ипотеку в то чтобы пораньше погатить ипотеку в то чтобы сделать человеческий ремонт который не придется переделывать через 3 года вот и это сказать хлебаю монополизм на рынке стройматериалов полной ложкой а инвестировать сейчас мы находимся в зоне неопределенности мир находится в зоне очень большой неопределенности да можно рискнуть его играть да пожалуйста если у вас есть деньги которые вы готовы потерять то вот криптовалюты биткоин это очень интересно но нужно понимать что следующего скачка биткоина можно ждать очень и очень долго а у вас можно грубо говоря вы можете сломать ногу прямо завтра с точки зрения сочетания доходности надежности ликвидности до конца лет это доллар или производная доллара то пожалуйста дирхамы юань не рекомендую юань это китай страна развивающийся и для поддержания своей промышленности ну хорошая развивающаяся не третья она уже более передовая чем Америка но она должна поддерживать свою промышленность для этого умеренная небольшая девальвация юаня она будет осуществляться это бить поэтому если у вас нет текущих дел с Китаем если вы туда не ездите если вы не тратите в юанях тогда наверное нет поэтому в условиях большую неопределенность это золото аренда квартир да аренда квартир да но ситуация на этом рынке может поменяться там грубо говоря у нас опять будет низкопроцентная ставка когда-нибудь у нас опять будет массовое строительство уже нечеловинников когда-нибудь с нормальной социальной инфраструктуры транспортно-энергетической канализационной и тогда аренда может рассещить но это будет не сегодня и не завтра и боюсь не после так что исходя из консервативной политики это золото золото монетарное золото в слитках лучше монетарное там проблема с сохранностью монет которая требует внимания и тщательности но зато потом у вас более спокойно его принимают но нужно понимать что маржа это 23% никуда она не не делась и да вы можете купить в хорошем месте и продать в хорошем месте но все равно маржу уезжать там до каких-то приемлемых уровней у вас до 9% вы ее ужмете если вам сильно повезет но опять-таки надежность места где вы покупаете надежность места куда вы продаете вот тоже большой вопрос потому что у меня были были ситуации когда я сдавал золото у меня было ощущение что в общем без ножа я чувствовал себя не вполне одет в этой компании вот поэтому до 15 августа грубо говоря пожалуйста доллары можно но все лето внимательно следить за тем что происходит в Америке потому что новый лимонс бразерс вполне может произойти и он может произойти в больших ваших я просто приведу пример в конце 11-го года они объявили о том что они будут ввозить новые наличный доллар объявили показали картинку такой голубенький и они появились в феврале 14-го года у нас они появились на Майдане на Киевском и у нас в Омске почему-то и все и вот эти два с половиной года все сидели и думали они отменят ли Соединенные Штаты Америки иностранные наличные доллары как преступные деньги в принципе юридически это вполне соответствует их закон вот если вы купили 100 долларов купюру в обменнике вы по американским законам являетесь налоговым резидентом Соединенных Штатов Америки и обязаны платить налоги Америки со всех своих доходов по их ставкам другое дело что они этот налог после с конца 9-го года практически закон практически не применяют Обама заявил что он будет применяться в тестовом режиме и никто не знает что это значит но формально закон есть так что формально объявить иностранные наличные деньги доллары преступными деньгами которые не будут приниматься просто по номерам и сериям ничего не стоит это может произойти грубо говоря в любой момент другое дело что это вряд ли не произойдет пока у них все в порядке относительно у них лютый фондовый бум потому что дедолларизация в мире таки идет доллары безналичные возвращаются в Америку и они научились их канализировать на фондовый рынок молодцы красавцы вот но тем не менее у них могут быть сложности и проблемы поэтому нужно внимательно следить в этой ситуации вы купили монетки золотые вы о них забыли опять-таки где хранить эти монетки отдельно хранить дома страшно правильно то есть старое московское правило никогда не живи по прописке но как раз к вопросу о баритном жиле да если вы храните в банке ну знаете было много истории когда человек приходил ячейка пустая и все в порядке а 2 деньги с нотариальным нотариально заверяя содержимое это морок ячейку вот так что везде есть свои недостатки а почему вы сказали про 15 августа что за дата такая ну это середина августа это время когда стратегические решения ранятые принятые начинают реализовываться в рамках 24 года да 24 конечно и у нас и на самом деле в мире тоже Лемонт Бразерс погибли 15 сентября а ситуация начала магнитация в середину августа ну на самом деле с 2007 года начала магнитация но фатальный характер начала приобретать с натворием то есть на ваш взгляд что-то может все-таки интересное произойти во второй половине года мир у нас вообще происходят глобальные изменения которых не было никогда выстроить человечество мы в 91-м году у нас кончилась индустриальная эпоха началась информационная в 20-м году у нас началась уже постинформационная эпоха мы живем уже в социальных платформах большой привет тем кто тревожится по поводу электронного конслагеря мы живем в социальных платформах управляемых управляемых ну как бы на наших цифровых следах обучаются искусственные интеллекты которые участвуют в управлении всеми участвуют в управлении нами Америка Китая вот соответственно это уже новое правило у нас рыночная экономика уже уходит на периферии у нас ключевое место занимает экономика ну пока еще не распределение но не рыночного управления ресурсами единые мировые рынки распадаются отчасти можем кричать про санкции можем кричать про цензуру но это распад единых мировых рынков с точки зрения экономики у нас нет экономической теории даже для описания экономики с дефицитом денег в которой мы живем у нас даже для этого вся экономическая теория написана для ситуации избытка или достаточности денежной массы для ситуации нехватки денежной массы у нас нет экономической теории мы как бы каждый конкретный кейс решаем конкретным образом вот мы даже собственно в домашней ситуации не очень хорошо разбираемся, а в мире происходят вообще вещи, которые выходят за пределы человеческого сознания. Мы не сознаем, что происходит в мире. В том числе потому, что главным занятием человечества с 1991 по 2020 год была трансформация собственного сознания. И между каждым сознанием и каждым происходящим событием возник такой слой обратных связей, такой слой чужих мнений и суждений, которые мы тоже воспринимаем, что мы часто уже не воспринимаем реальный мир, хотя в нем живем. И как мы за это будем расплачиваться и будем ли вопрос открытый. И вот у нас была теория экономическая, философская для мира индустриального. В 1991 году лавочка закрылась. В Соединенных Штатах Америки объем информационных, нематериальных, объем покупок нематериальных средств производства и всего, что с ними связано, превысил объем покупок материальных средств производства и всего, что с ними связано. Мы перешли на информационную эпоху. Ну, все, транспордер выключен, летим, летим по приборам, что называется. Правда, приборы тоже не работают, но летим. Очень интересно. В этой ситуации когда-то иноагент Юлия Латынина написала, что проснувшись утром, нужно прежде всего проверить гравитационную постоянную. Вот так оно и есть. Вот так оно и есть. Интересно. В конце я хотел бы вас попросить, чтобы вы, наверное, порекомендовали, что-то посоветовали нашей аудитории, нашим подписчикам, да, то есть в рамках, наверное, ближайших нескольких лет, что бы мы хотели. Уважайте, самое главное, учитесь наслаждаться жизнью, учитесь радоваться жизнью. Нас ждут большие изменения, нас всегда ждут большие перемены. Мы всегда живем в эпоху перемен. Это проклятие сбылось. Мир весь живет в эпоху перемен. Поэтому наша психика, наше представление о норме будут подвергаться жесточайшим испытаниям. Чтобы не выиграть, чтобы не сойти с ума, нужно уметь радоваться жизни. Нужно уметь отличать то, что мы можем изменить от того, что мы изменить не можем. Средотачиваться на втором и не дергаться по поводу первого. Не переживайте по поводу того, что вы не можете изменить. Вот, как говорят психиатры, принимайте это. Дальше. Старайтесь по возможности сделать заначку на полгода жизни. по поводу того, То есть, в твердых ценностях, будь то золото, не дай бог, когда-нибудь это будут патроны с консервами, но пока это золото. И до, опять-таки, повторюсь, конца лета, это доллара, чтобы полгода спокойно жить на минимуме потребления, увеличен на 30%, потому что могут быть всякие неприятности. Соответственно, ищите себе знакомых, которые могут лечить, ищите себе знакомых, которые могут воспитывать, ищите себе знакомых, которые могут исповедовать, ищите себе знакомых, которые умеют защищать, будьте сами полезны для них, собирайтесь в социальные сети. Да, известная поговорка «Мы же страна оборванных», цитата, «Не имей 100 рублей, имей 100 друзей». Там есть продолжение, деньги от ним, а друзья останутся. У нас, конечно, не очень рыночное общество, у нас всегда плохо с защищенностью прав собственности, но на данном историческом этапе у нас с этим хорошо, и будет хорошо еще достаточно долго, на нашу жизнь хватает. Поэтому самое главное это учитесь. Когда человек перестает учиться, он начинает умирать. Учитесь логическому мышлению, учитесь выстраивать причинно-следственные связи, учитесь пользоваться новыми инструментами, которые вам подбрасывает жизнь, подбрасывает развитие технологий, и учитесь отличать работающие от сломанных. Учитесь доверять, это самое сложное в жизни. Ну и, соответственно, когда вы научитесь доверять, вы научитесь отличать людей, которых можно доверять, от людей, которым доверять нельзя. Наверное, как. Спасибо большое за детальную беседу, было очень интересно. Спасибо вам, мне тоже было интересно. ВОЛЬНЫЙ 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 ВОЛЬНЫЙ